Суд начался с того, что признал прошлое заседание незаконным в части оглашения документов в отсутствии адвоката Марины Тания, которая защищает интересы подсудимого Виталия Кулова. Ходатайство защитника огласить эти материалы еще раз суд удовлетворил, как и ходатайство обеих сторон не оглашать показания без личного присутствия на процессе свидетеля Казбека Кишмахова, который занимал должность заместителя министра внутренних дел в то время, когда произошло убийство Анзора Тарба. Также судья Инар Кварчи одобрил просьбу гособвинения приобщить к делу письмо министру внутренних дел Дмитрию Дбару, где просит содействия в установлении местонахождения Казбека Кишмахова и экс-министра МВД Гарри Аршба. Адвокат Адгура Аутлева Инга Габелая поддержала ходатайство прокуратуры, а защитник Бадры Джикерба и Аслана Чедия Нино Курсая выразила протест. По ее мнению, протоколы следствия не содержат информацию о том, что Гарри Аршба находился в ночь убийства в здании МВД, и поэтому нет никакой необходимости в его допросе в ходе процесса. Адвокаты потерпевшей стороны не согласились с такой постановкой вопроса, так как считают, что пробелы следствия можно и нужно устранять в ходе судебного разбирательства. Далее суд приступил к изучению письменных и вещественных доказательств, рапорта обнаружения признаков преступления, протоколов, осмотра места преступления и других документов, составленных в период предварительного следствия.